друзья также насчет вот этих паилок что я взял не так разбрызгивает то есть со старых паилок она везде тихо а тут только по низу получается хороший напор но только по низу по ручейку и действительно не так раз брызгивает воду практически не разбрызгивает раньше тут постоянно лужа стояла пока она туда на стек пойдет а сейчас с этим более-менее нормально когда поменял паил и в чем мы сюда пришли к этим поросятам вот им мы 20 августа взвешивали было у них ровно 60 дней от рождения вес был насколько я помню 20 килограмм 600 грамм вот им 20 сентября было ровно 90 дней то есть три месяца от рождения ну растут набирают потихоньку и сначала они были более-менее одинаковые когда были поменьше сейчас уже начали кое-какие отставать а кое-какие нагонять допустим вот эти вот раз два штук 4 хорошо так идут такие чуть поменьше 4 ну те что уйдут хорошо первую очередь уберем потом будущем их на мясо а те которые отстают чуть попозже вот поросятам 90 дней но даже получается 94 я уже не 20 сентября вот это одна свинка вот это вот вся у петрена лысая и все более менее волос есть какой-то цвет а у нее вообще нет вообще как будто выбрил ее кто то есть спрашивали вот как поросята выглядят на 3 месяца но так на 3 месяца в два месяца я еще и взвешивал по 20 килограмм 500 грамм а сейчас я их просто ну уже даже не подниму уже не поднимешь уже не потягаешь поэтому это поросята от моей свиномадки машки она похожа на f1 понятно что она не чистая по 1 там 2-3 породы вмешанных но покрыта дюрком а поросятам все равно все белые было пару пару штук таких пятниц таких забрали с этого выводка эти оставил себя на откорм это у меня получается вот эти и два дюрка в том новом сарае тоже на откорм но они побольше будет чем эти но они постарше то есть думаю к новому году что там что-то подыгры что-то будет нашим поросятам сегодня 10 дней и будем колоть железо 10 дней все время здоровы все хорошо также одна из хороших новостей пришла кнопка из youtube а 100 тысяч подписчиков но то мы пойдем уже чуть позже в кабинет и я в кабинете распечатаю покажу тут не открывать вот у меня после последнего видео когда я сделал перевод киевлянки киевлянка загуляла загуляла вчера я поехал купил дозу макстер 304 и покрыл ее утром и покрыл ее вечером но часто мне спрашивают спрашивают и задают вопрос покрыл свиноматку она все равно стоит вот смотрите я ее вчера покрыл и она все равно у меня можно и сегодня ее крыть и стоит как и позже вчера она так сама стояла и я ее покрыл то есть бывает после того как вы покрыли она все равно будет стоять еще день у меня нюша стояла после покрытия это тоже стоит это тоже стоит после того как покрылся крикливая А обезьяна гуляет только один день, я уже ее знаю, ну я почти каждый знаю кто как гуляет и каждый загул тоже знает, поэтому если кто покрыл искусственно, и она все равно стоит, ничего страшного, она покрыта. Также вот эта свиномарка, уже станку она получается несколько дней, потихоньку начинает привыкать, тоже у нее сначала были бои, и сейчас бой она неспокойная, но все равно привыкает, а поросица откормит поросят, мы ее потом отсюда выпустим. Так, друзья, наша больничка, оклеяли, жрут как не в себя, я им насыпаю, чтобы не сильно пили, ну не сильно вапами замазывали корм, сыплю, ну сыплю вдоволь, то есть оклеяли, они уже едят хорошо, бегают, развятся, ну вот это два шоу, Я думал, вообще роста не будет, а не, пошли нормально они, пошли, вижу, что дело будет, ничего страшного, ну им тут места хватает, пускай вдвоем тут и будут, тут по-моему кабанчик и свинка, вот пускай вдвоем здесь и будут. Пока им хватать будут кормушки, это месяца, наверное, до четырех, а там уже, если что, заберем большую клетку в новый сарай, вот такие вот дела. Так, по этим поросятам, часто мне пишут, ты сделай им кормушку на всю длину, чтобы всем хватало, ну вот смотрите, в кормушке насыпано много корма. Они поели, кто захотел, и все, и корм стоит, а кто захочет, подойдет, что-то там, ухватит и дальше бегать. Это мы поубирали, все, так и прошли, поноса у них не было вообще, вот слово, вообще-вообще не было поноса. Все нормально, да видно, что идут хорошо, веселенькие, веселенькие, живенькие. Это поросята заказывал итальянец. Если вдруг итальянец не появится, ну все может быть. Если не появится, тогда будем этих поросят оставлять себе, я их продавать не буду. Мне очень они нравятся, эти поросята, и продавать их вообще смысла нету. Видно, что мясные, видно, что уже хорошо пошли. Это им сколько? Это им ровно месяц и шесть дней. Да, месяц и шесть дней. Ну а вес уже, понятно, что больше десяти. В районе у нас было по девять, по десять, да, ведь? Ну да, а сейчас уже, конечно, больше. То есть живенькие, все хорошо. Если не заберут, продавать не буду. И запросят мне пока, не пишите. Все, что у меня будет, там уже заказано по поводу дюрка. А, кто у нас следующая поросята? Да, Машка. И в Машке тоже там часть заказана, а часть я оставлю на откорм. Ну а Анфисы, вот эти поросята, которым десять дней, тоже остаются на откорм. Поэтому по поросятам не спрашивайте, не пишите. Я пока поросят не продаю. Когда буду продавать или надумаю продавать, я скажу, есть в продаже поросята. Кого надо, там заберу. Продать это самое-самое проще, что есть у меня на хозяйстве. Это продать поросята. На них всегда спрос хороший, на моих поросята. Поэтому, как бы, жалоб не поступает. Ну и рост, конечно, хороший. Рост исключительный. Так что, вот так. Подождем еще немножко, если не появится итальянец, то оставим их себе. Потому что сейчас уже холодает, поросята едят хорошо, мух уже нету. Аппетит у них исключительный. Жары тоже нету. Сейчас только откармливай, откармливай. Чем больше, тем лучше. Понятно, что у меня есть откармливай. Откармливай оставлю по максимуму. Затарить места есть, и в новом царае места есть, и здесь, после отъема, тоже места есть. Там до двух месяцев тут можно подержать, а потом дальше переводить. То есть, пускай растут. Это у нас пьетрен дюрок, пьетрен дюрок и перекрыто дюрком. То есть, получается больше процентов дюрка и пьетрен контуриата. Пойдемте, друзья, буду кнопку вам показывать. Это, друзья, не моя заслуга, а каждого из вас, кто есть на канале. А на канале у нас уже чуть больше ста тысяч. Как она мне пришла? Подробности удаляться не будем. Как она проходит? Я ее, понятно, что уже смотрел, открывал. Так, поролончик вот такой сверху. Ну, типа, чтоб не повредило. Потом письмо от YouTube. Директор YouTube. И Сьюзан Вальциски, что-то такое, короче. Молодец, продолжай там же духи и тому подобное. Я переводил письмо, читал. Также, к чему стремиться дальше. Вот серебряная это на сто тысяч, золотая на миллион. А это рубин или шо на десять миллионов. Воск. Натирать кнопку. И визитная карточка. Если вдруг что-то поврежденная, кнопка пришла обратиться. Поменяй. Я уже показывал вам в сообществе саму кнопку фотографии, но я это покажу вживую. Вот так она выглядит вживую. Водолага Стасян. Та-та-та. Сто тысяч подписчиков. Так что, каждому из вас, кто подписался, задняя сторона вот такая. Можно вешать на стенку. Ну, мы ее, наверное, где-то здесь и повесим. Или здесь, или там. Где-то будет, короче, висеть. Тут порядок в кабинете наведем. Наведем порядок. Зайдем в воду, запустим рыбок. И я сейчас жду. Дядя Саня поехал в Киев работать. Переедет с Киева. И будем устанавливать с ним котел дровяной. Котел и доделывать отопление. Отопление я уже говорил, какого типа я буду делать. Вот я со Стрелецким разговаривал с Серегой. У него вулканы. То есть вентилятор. Радиатор с вентилятором. Ну, вулкан. И пару штук поставлю. Может быть с одного. С этого края и с дальнего края. И дровяной котел. Думаю, я вот так само проще. Сделаю, как и у него. Он говорит, нормально все устраивает, довольный. Так само я сделаю, как у Сергея Стрелецкого. И будет нормально. Ну, вот то, что у меня осталось. Отопление доделать в этом сарае. И провести освещение. Освещение. Светильники я заказал уже. Я по освещению. Я сам все подключаю. Сделаю полностью проводку. Выключатели. Розетки и так дальше. А по отоплению тоже котел установим сами. Можно даже, я и могу сам попаять. Может даже от котла уже дальше пайка пойдет. Я уже там сам могу попаять. Уже опыт есть. По елке паял. Также я хочу сюда одну батарею поставить большую. В эту комнату, в кабинет. Ну, а в котельную тоже, думаю, батарею. А так, думаю, котел там будет стоять. Температура от котла там и хватит в коридоре первом. По сараю пока нареканий, жалоб вообще нет. Выдержки работают исключительно. Вони. Аммиака и так дальше. Нет, вообще нет. Я даже закрываю на день. Открываю. Только когда убираю и ушел. Или когда их покормил, ушел, я закрываю. То есть, чего-нибудь в сарае нет вообще. И сарай сам себя даже летом в жару показал, что он не жаркий. То есть, в сарае прохладно. Если еще верха окон подкрывать по чуть-чуть. Ну, то уже на следующий год я сделаю. Вот чуть-чуть вот, допустим, если вот так окно чуть-чуть открыл. Мне, чтобы бока были закрыты. Чтобы сюда не дуло на поросята. А то я уже переживаю за поросят. Ну, а так, друзья. Такая вот кнопка на 100 тысяч подписчиков. Много кто кричал мне, когда у меня было 5 тысяч. У тебя максимум будет 10. А когда было 10, максимум 30. И так по нарастающей. Поэтому, знаете как. Обращать внимание на всех, кто, что говорит. Ну, мне кажется, это вред. Надо идти, не зирая ни на что. И достигать только своей цели. Вот как у меня. Поставил цель поэтапно. Иду. Поборол одну цель. Поставил следующую. То же самое. И так поэтапно, поэтапно. И все заканчиваю. Не так, чтобы начинал. И то, и то, и то. А толку не днема. Все поэтапно делаем. Сейчас, на данный момент. Думал на этой неделе, что сейчас вот прошла неделя. Колонку пробью. Ну, наверное, на следующую. Что-то там у них не получилось. На следующую пробью колонку. Уже будет колонка в сарай отдельно. И буду заниматься освещением. Ну, а потом позже отоплением. И сюда тоже будут морозы, чтобы в кабинете сидеть. Я тут хочу стримы проводить. Тут, чтобы тоже был свет. Аквариум запустим. Ну, вот так и будем с вами. Ля-ля, тополя. Пока тут-то так ничего не доделано. Так все и есть. Всем спасибо. Всем, кто подписан. Вам спасибо, кто не подписан. Подписывайтесь, чтобы тоже быть частью нашего канала. У нас впереди очень много у меня всяких планов, всяких идей. Пока говорить не буду. То уже потом, постепенно, постепенно, постепенно. Ну, короче, так. Спасибо вам, что всегда смотрите мои видео и всегда со мной. Будьте всегда здоровы, счастливы и успешны. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok